приветствую всех на своем канале сегодня хочу вам показать как я осуществляю полив в ночное время в позднее вечернее плавно переходящие в ночное вот я начал с улицы у нас стояла в астрахани аномальная жара она стоит и до сих пор сегодня было около 40 градусов и посмотрите деревню немножко конечно плохо реагировать на жару некоторые листочки пожелтели это вижу надо ее срочно полить и подкормить поэтому вот делаю эту процедуру вот рядом клановидные сливы тоже себя чувствует невольно хорошо вот плоды еще такие маленькие совсем время уже середина июля все-таки вот рядом сливы дерева тоже вот некоторые листья такие желтенькие вот я уже полил поливаю часа два с половиной вот вода даже стоит видите полив на через банку осуществляю как обычно как раньше рассказывал своих ранних видео всего здесь пять деревьев вот посмотрите груша за эту жару как она пострадала сильно листочки обмятли видите как сейчас я все установлю вернее я уже установил я полил хорошо но это еще одна груша тоже вот листочки я сделаю душ завтра деревьям такой небольшой здесь сделали ремонт пыль села ну и то что солнце вот жарило 56 градусов тепла было 8 июля тоже сказалось а сейчас перейду во двор я уже положил фертику так же как и на улице по полторы столовые ложки каждому дереву сейчас буду поливать вот груши это вишня ну это здесь яблони колоновидной черешни и груши колоновидной вот все я уже положил фертику вот немножко видите я вон тоже не с точки вот комплексное удавление фертика весна-лето который я сегодня дал деревень последний раз почему последний раз потому что в составе весна-лето и осень присутствует азот азот после середины июля я принял решение больше не давать потому что азотное удобрение желательно в конце лета и осенью не давать а почему я выпущу отдельное видео ну если коротко то после середины июля и начиная с 1 августа нужно давать только калий фосфор что я и буду делать то есть вот это вот удобрение это последний который давалось затем будет только отдельно суперфосфат и сульфат калия у нас тем временем продолжается полив мы полили уже два дерева сейчас карликовые яблони поливается и одновременно у нас проводится душ душ для деревьев вот видите вода стекает только что я промывал листочки они были очень пыльный ну вот у нас три часа ночи я полил 13 деревьев за 4 часа с 11 часов вот эти все деревья политы очень обильно и очень хорошо баночным методом везде банки ну и дополнительно все деревья получили душ вот какой смотрите уже высохло все у листочки уже совсем другого цвета естественного зеленого а были очень серые с налетом пыли смотрите как они блестят от капелек воды этот метод дождевания ночью очень хорош оказывается то есть его можно проводить ну раз в месяц точно тем более учитывая такую астраханскую жару к тем 18 деревьям прибавились еще два вот это вот квановидные сливы большая и черешни рядом стоящие вот сейчас я уже их заканчиваю поливать на этого те которые политы плюс 5 на улице всего 20 сейчас три часа дня я буду рыхлить деревья которые поливал ночью прошел около 12 часов с того момента как мы полили видите земля какая очень даже прекрасная для рыхления не сухая и не мокрая то есть вот это самая хорошая земля которая поддается рыхлению то есть когда рыхлишь сразу образуются комочки и соответственно дерево дышать не будет а сейчас самое нормально здесь осторожно возле корневой шейки вообще рекомендуемая глубина 5 сантиметров я останавливаться сильно на теме рыхления не буду об этом я выпустил отдельные видео можете посмотреть у меня на канале все-таки тема сегодняшнего видео основное это ночной полив надеюсь вам понравилось это видео в котором я постарался вам показать все особенности ночного полива напомню температуру вот сейчас очень жаркая около 41 градуса тепла по цельсию это в тени очень жаркий день жара в астрахани продолжается она уже около 10 дней и так и не спадает это аномальная жара давно такой не было ну что есть то есть ну вот наш ночной полив завершен время 5 часов утра полито 20 деревьев думаю что это нормальный результат если вам понравилось видео подписывайтесь на канал впереди вас ждет много интересного и полезного на на этом с вами прощаюсь всего вам доброго и до новых встреч с уважением ваш ренат